Проанализировав результаты своей деятельности за прошлый год, руководство нашего предприятия решило провести рекламную кампанию. У нас, иначе говоря, на предприятии представлено различное оборудование для производства лекарственных средств от гранулятора до машины по фасовке порошка в пленку из композиционных материалов. В рамках маркетинговой стратегии мы планировали начать производить наш популярный продукт – фиточай в гранулах в новом полиэтиленовом пакете размером 5-8 см. Мы на протяжении 20 лет занимаемся изготовлением фармацевтических препаратов, все время осваиваем новую продукцию. Наше предприятие входит в состав крупного производственного объединения в Новосибирске. Начать фасовать чай в новой упаковке планировалось через 6 месяцев, чтобы, главным образом, в самые короткие сроки провести рекламную кампанию. Фасовка гранул – это технологический процесс порционного дозирования фармацевтической продукции в виде гранул в индивидуальную упаковку. Мне, как ведущему технологу подготовки производства, поручили найти оборудование, которое обеспечит фасовку фиточая в полиэтиленовом пакетике с возможностью увеличения производительности машины. Основными критериями поиска были, во-первых, оборудование должно быть полностью автоматизировано, подача пакетика, сварка шва, обрезка. Во-вторых, управление машиной должно быть простым и понятным. Машину планировалось разместить в цехе сборки и фасовки. Важным условием было, по сути, обеспечение производительности не менее 1 тысячи пакетиков в сутки при односменной работе предприятия и возможностью последующего ее увеличения. Для выпуска чая планировалось использовать пластиковые пакеты с нанесенной информацией о его характеристиках. Как технолог я понимаю, что на всех этапах производства важно соблюдать требования, предъявляемые к фармацевтическим препаратам, уровень влажности, температуру в помещении. В фармацевтическом производстве необходимо проводить аналитический контроль качества сырья, готовой продукции. Мы должны использовать качественное оборудование для обеспечения требований гигиенических служб. Поэтому к вопросу выбора автоматической оборудования для упаковки чая в полиэтиленовые пакетики я подошел со всей серьезностью. Решение непростой задачи я начал с самого популярного способа – поиск в интернете. По рекомендации коллег первым делом я обратился к европейским производителям. Самостоятельно я выбрал два компании, одна находится в Италии, другая – в Словении. Отправив заявку им на электронную почту, через три дня я получил ответ от итальянской компании, которая сообщила, что не сможет поставить оборудование в связи с приостановкой его производства. Компания из Словении написала в электронном письме, что не работает со странами СНГ. Первый шаг оказался для меня не очень удачным. Я понимал, что нет безвыходных положений, и продолжил поиск решения задачи. Аналогичное оборудование для упаковки чая я нашел у трех китайских производителей. Связался с ними по телефону. Менеджеры выбранных мной компанией не ответили мне, сможет ли их машина запаивать швы, обрезать пакетики в автоматическом режиме, обеспечит ли она производительность 1000 пакетиков в час. Когда можно получить готовую машину? На все эти вопросы я слышал фразу «Мы все сделаем». Одна компания начала со мной разговаривать на китайском языке, и я закончил беседу. В итоге я сделал вывод, что самостоятельно выбрать оборудование для упаковки гранул чая у меня не получится, и решил обратиться к специалисту. Мне нужен был профессионал, который, в принципе, даст полную информацию о машине, ее возможностях, протестирует на оборудовании с нашим материалом, расскажет об условиях поставки. Китайских посредников изначально решено было по сути не рассматривать. Так как часто производители из Китая имеют своих прямых посредников. Я не хотел проходить этот этап заново и решил обратиться за помощью к российским посредникам. Выбор специалиста я производил, основываясь на следующих критериях – длительный период работы на рынке продажи фармацевтического оборудования, положительные отзывы клиентов, доступность информации на сайте компании, удобные условия поставки машины. По этим параметрам мною было, по сути, выбрано четыре компании. Отправив всем запрос по электронной почте от двух компаний, я так и не получил ответа. Одна фирма предупредила, что у них нет своего специалиста по наладке и всю процедуру по установке оборудования необходимо будет производить самостоятельно. Этот вариант меня не устроил. Только один менеджер компании из России смог быстро дать мне грамотные и конструктивные ответы на мои вопросы. Мне также понравился деловой подход этого специалиста. Менеджер данной фирмы обращался вежливо, задавал много уточняющих вопросов о требуемой мощности оборудования, какой материал мы используем для упаковки, желаемый размер пакетиков чая. После предварительной консультации по телефону, специалист предложил автоматическое оборудование для упаковки порошков и гранул в полиэтиленовые пакеты. Я согласован этот вариант с руководством нашей компании, и мы заключили договор на поставку выбранной машины. Весь период изготовления я получал на электронную почту отчет о готовности моего заказа. Когда машина для упаковки чая в полиэтиленовые пакеты была, по сути сделана, менеджер выслал видеоролик работы оборудования, протестированного на нашем сырье. Мой заказ был доставлен в указанный по договору срок. Машина была, по сути, сделана из нержавеющей стали. Чай загружался в специальный бункер, из которого затем он поступал на аппарат, осуществляющий порционную подачу гранул чая. Управление оборудованием было, по сути, простое и понятное. Все процессы автоматизированы, сварка швов, обрезка. Для контроля параметров сварки, скорости подачи пакетиков предусмотрены были экраны с различными показателями работы оборудования. Мы в течение двух недель после получения оборудования смогли его установить, произвести наладку и обучение работника. Как итог запустили в производство фито-чай в новой упаковке всего за 4 месяца. Возможно, я не получил бы такого отличного результата в такие короткие сроки, в общем, если бы прошел путь по подбору оборудования самостоятельно. Опыт показал, что решение обратиться за помощью к профессионалу в выборе автоматического оборудования для упаковки чая в полиэтиленовые пакеты было, по сути, правильно. Я планирую в дальнейшем пользоваться услугами специалиста этой фирмы, в случае вообщем, если наша компания решит приобрести оборудование для производства продукции. Опыт показал, что как бы ты не был уверен в своих силах, консультация специалиста ускорит решение поставленной задачи и освободит время, которое можно потратить с пользой для себя.